Корректировку счетов за отопление в домах, где установлены общедомовые приборы учета, провели в первом квартале этого года. И у некоторых самарцев сразу же возникли вопросы. Зачем нужно доплачивать, если сумма за отопление начислялась равномерно в течение календарного года? Проще говоря, по средним показателям. На встрече с жителями внутригородских районов представители ресурсоснабжающей организации пояснили, корректировку произвели, исходя из фактического объема потребления тепловой энергии. Поэтому в одних многоквартирных домах люди переплатили, а в других необходимо довнести нужную сумму. В соответствии с показаниями приборов учета. То есть сумма выставлена гражданам в 2022 году, она была ниже, чем дом потребил по итогам всего года по показаниям общедомового прибора учета. До 10 апреля мы получаем платежный документ квитанцию за март. Там мы видим начисление за март и, собственно, перерасчет годовой корректировки. Если дом по счетам ушел в так называемый минус, то доплачивать придется уже ресурсникам. При помощи той же процедуры перерасчета жители таких многоквартирных домов в марте заплатят за теплоснабжение меньше. Каждую ситуацию рассматривают в индивидуальном порядке на встречах, которые уже прошли практически во всех внутригородских районах, совместно с жителями, главами районов, сотрудниками ГЖИ и ресурсоснабжающей организацией. Жителей присутствует достаточно много. У нас на территории района это 42 МКД, приглашены старшие по домам управляющей компании. Вопросов достаточно много, каждый адрес разбираем индивидуально. Также обмениваемся телефонами, чтобы можно было решить все вопросы потом. В ресурсоснабжающей организации отмечают, данный порядок начисления платы за отопление утвержден постановлением правительства России, производится ежегодно на законных основаниях. Если у жителей многоквартирных домов остались вопросы, можно обратиться в ресурсоснабжающую компанию напрямую. Ольга Павлова, Константин Головин, События.